Разум и безрассудство. Разум расщепил атом, а безрассудство воспользовалось. Ученые с бомбой опоздали к ее первому испытательному взрыву в июле 45-го года. Германия стояла на коленях, Япония была накануне того, чтобы запросить о пощаде. Опоздав, ученые обратились к американскому правительству с просьбой воздержаться от использования нового оружия под занавес заканчившейся войны. Но они сделали свое дело и дальше решали уже политики. Америка хотела убить побольше. Коварно посылала в полеты над японскими городами одинокие бомбардировщики. Японцы привыкли и перестали объявлять воздушную тревогу при появлении одного самолета. Это-то и нужно было, захватить население не в убежищах под землей, а на улицах. И в то утро в Яросиме, спешившей на работу, тревога объявлена не была. И сегодняшние журналисты получили более впечатляющие цифры. Так Соединенные Штаты занимались имперским самоутверждением. Хиросима и Нагасаки были не столько последними битвами завершавшейся Второй мировой войны, сколько первыми битвами зарождавшейся Холодной войны. Ученые и инженеры, занятые в проекте Манхэттен по созданию атомной бомбы, возможно, думали, что защищают мир от фашизма. Но их руководитель, генерал Грофс, не был столь наивен, и позднее он вспоминал, «Через две недели после того, как я стал во главе работ, я уже не сомневался в том, что они ведутся на основе принципа, согласно которому врагом является Россия. Принцип остался и по сей день. На его основе после Манхэттена осуществлено и осуществляется множество других жестоких проектов». Что думают сейчас об этом в Хиросиме? Репортаж Владимира Цветова. 6 августа, утро. Оно было таким же 36 лет назад, когда Хиросима впервые в истории сделалась театром ограниченной, как выражается теперь американская военщина, ядерной войны. Она унесла 240 тысяч жизней. Еще несколько десятков тысяч хиросимцев погибли от последствий атомного взрыва годы спустя. Мэр Хиросимы кладет в подножье памятника жертвам атомного взрыва в списки новых жертв. За минувший год 2753 человека скончались от болезней, вызванных взрывом. Среди них сестра Мэра. Атомная бомбардировка Хиросимы продолжается. И продолжаются ежегодные похороны. Когда кончатся они, никто не даст ответ. Сидео Кувабара и Юки Сираги родились через 15 лет после атомной трагедии. Но и они жертвы взрыва, ибо у атомной смерти длинные руки. Ее руки дотянулись уже до второго, даже третьего поколения жителей города. 400 тысяч японцев страдают от неизлечимых болезней, вызванных атомным взрывом. Нужна ли была для победы над японским милитаризмом мгновенная гибель 6 августа 1945 года, 240 тысяч хиросимцев и медленная смерть еще десятков тысяч? Когда на Погдамской конференции союзников по антигитеровской коалиции СССР заявил, что вступит в войну с Японией через 2-3 месяца после капитуляции нацистской Германии, генерал-маршал сказал тогдашнему президенту Шатрумэну, русское выступление станет тем решающим действием, которое подтолкнет японцев к сдаче сразу или чуть позже, когда мы высадимся в Японию. Но атомные бомбы уже готовились для японских городов. Министр обороны США высказался тогда до цинизма откровенно. Недостаточно будет одного известия об успешности атомного испытания, чтобы повлиять на баланс сил с русскими. Будет необходимо, продолжил министр, публично продемонстрировать это оружие путем наложения на Японию. 6 августа 1945 года атомную бомбу наложили на Хиросиму. Минули 36 лет. Не изменился лексикон американской военщины, как не изменилась античеловеческая суть ее действий. Чтобы повлиять на баланс сил с русскими, Пентагон не прочь поставить весь мир под угрозу превращения в одну глобальную Хиросиму. Питайте спокойно, ошибка не повторится. Процитировал надпись на памятнике жертвам атомного взрыва мэр Хиросимы, тоже несущей на себе атомное клеймо. При исполнении этой клятвы нужно немедленно добиться, сказал далее мэр, отказа от использования ядерного оружия. Расширение безъядерных зон, полное запрещение ядерных испытаний, всеобъемлющие ликвидации оружия массового уничтожения. 36 лет назад вот так же лежали здесь трупы. Хиросимцы первыми в Японии применили эту выразительную демонстрацию своей непоколебимой решимости достичь целей, о которых говорит мэр города. История преподала суровый урок. Слишком дорогую цену заплатили народы за то, что не удалось предотвратить войну. Вовремя отвести навесшую угрозу. Нельзя допустить, чтобы трагедия повторилась.